Юрий Васильевич, Вы видели не только сильных мужчин, но и прекрасных женщин на футбольном поле. Поделитесь впечатлением в целом, как оно? Что там говорить, что женщины, как говорится, вторая половина нашего, как говорится, общества. И они всячески подражают где-то мужчинам уже. Поэтому даже в спорте, во всех видах спорта участвуют женщины. В любых там индивидуальных, где штангу поднимают, предположим. И любые другие игровые виды спорта, включая волейбол, баскетбол, ручной мяч. И мы теперь уже можем наблюдать и футбол, и хоккей. Хотя, хотя, я так считаю, хотя для женщин это как бы немножко тяжеловато, будем говорить. Потом дальше мы развиваем эту тему. Есть много возможностей идти в какие-то другие сферы. Много моделей, много идут артисты, певцы, театральные. Но те, которые нравятся эти виды спорта, чувствуя свои возможности, они пытаются проявить себя и в этих видах спорта. Игорь Ильич, вот смотрите, вот вы видели девушек фотомодельного типа, то есть творческих профессий, то есть артисток, телеведущих, художниц, певец. Можно задать вопрос девушке этой, а для чего тебе нужен футбол или хоккей? У тебя все данные быть моделью. Ты красивая, у тебя стройная фигура и так далее. Ты вроде бы как бы предназначен для другого. Но они стремятся идти сюда. Она и так привлекательна, так, будем так говорить, что она хочет себя проявить и в владении мечом, или там владение клюшкой, катанием на коньках и так далее, и так далее. Вот. Поэтому здесь, тут как объяснить это все? Ну, желание, желание, она стремится себя проявить здесь. Ну, а как по-вашему, это хорошо? Ну, почему плохо-то? Ну, сейчас во всем мире девочки занимаются этим. И чемпионаты мира проходят среди женщин, футбол и хоккей. Тут я не вижу ничего этого самого, такого предрассудительного. Ну, вот мы с вами познакомились на награждении творческой лиги, под названием Лиги Пантеон. Вот, опишите, пожалуйста, ваши впечатления. Вам слово дали, вам понравилось, впечатление произвело. То есть все-таки это потрясающая фактура. Девушки вечерних платьев. Я все понимаю, когда смотришь их на площадке, они перед тобой предстают совсем другими. А когда мы говорим с вами, вот, пригласили на вечер, там, произвести награждение той или другой команды, вот, естественно, девушки выходят в другом обличии уже. И ты уже, как бы, ну, несопоставимо другой раз бывает, что, ну, девочка красивая такая вся, задаешь себе вопрос, а что она делала там на футбольном поле или на хоккейном поле? Совсем другое представление. Совсем другое. Вот, это здорово. Здорово. Ну, во-первых, вообще, вот это вот все, что вы, как бы, на сегодняшний день представляете, вот эти фильмы там записываете, игровые какие-то ситуации. Потом девочки там вот на этих, на вечерах там, они там и танцуют, поют и так далее. Это, как бы, все это разнообразие. Эта агитационная работа говорит о том, что, да, ну, женщина женщиной, вроде как бы ее предназначение рожать детей, воспитывать, там, заниматься по хозяйству и так далее, но они хотят себя и здесь проявить на фоне, как говорится, спорта. Это очень хорошо. И потом вот этим самим личным примером, каждая из них, она показывает другим, что вы тоже можете стать таким. Да, вот это вот большое спасибо. Теперь расскажите, вот какие ваши любимые советские фильмы, в том числе спортивные фильмы, может быть, какие-то молодежные, психологические драмы. Ну, вы знаете, все то, что связано со спортом, вот, ну, вот смотрите, сейчас мы далеко ходить не будем, 70-яковая одна девушка. Да, был такой. Да? Да. Как и не было, он есть. Ну, и было, и есть. Там Савельева играет, она тренирует этих пожилых людей там и так далее. Пусть даже она там, легкая атлетика там им заставляет заниматься и так далее. Но это пример уже опять подражания того, что женщина работает тренером в мужском коллективе. Все остальные, предположим, игровые там фильмы, там тоже много просматривается женщин. И что связано там, например, с футболом, волейболом, там, баскетболом и так далее, там женщины тоже присутствуют. Расскажите, какой был самый яркий момент. Насколько я помню, вы были участником сборной Советского Союза на чемпионате мира в Испании в 82-й год. Расскажите, какое там в этой прекрасной футбольной стране, Испания, вот поделитесь вычислениями. Как там было, что было, все-таки 5-5 матчей. Нет, ну то, что мы там были как бы изолированы, буду вам сразу говорить, что когда на таком уровне происходит соревнование, команды имеют свою, как говорится, базу, где они только там тренируются и потом выступают. Они очень мало общаются с кем-то. Либо единственное, там, то, что у нас там было, ну, приходили, там, спрашивали интервью, иммигранты наши были и так далее. Наши иммигранты были, да? Да, да, а почему нету, да? Что, которые до сих пор там живут, ну? Ну, тогда еще не было массового отъезда в Испании. Нет, массового-то не было, но все равно были. Кто-то уезжал уже тогда. А потом вот это вот, агитация, конечно, футбола в этой стране. Я вам уже говорил об этом, что есть специальная футбольная программа, там, Барса называется, где, как говорится, говорят, где рассказывают все о футболе, все о футболе. Независимо от того, какой возраст, там, мальчики, девочки и разные возраста, разные группы, вот, и они там занимаются, общаются друг с другом и так далее. Расскажите, Юрий Васильевич, вот все-таки возвращаясь к теме сопоставления мужского футбола и женского, если бы вы были президентом FIFA или ОФА, ввели бы вы какое-то специальное правило для женского футбола? Ну, например, для смягчения травматизма. Травма у нас в фильме «Тема травм» звучит аж 3-4 минуты, звучит она как-то ненавязчиво, в виде видеорядок, там уже песни. Ну, вы знаете, я думаю, что здесь что-то обведение, чего-то такого чрезвычайного, тут не скажешь. Потому что любой игровой вид спорта, он все время азартен, понимаете, с большим желанием люди играют, вообще должны играть. Поэтому здесь и столкновения происходят, там, непроизвольные, ну, никто не хочет там нанести травму кому-то, сломать кого-то, понимаете. Но здесь оно должно присутствовать все равно. Борьба за мяч, понимаете. Тут от этого никак не уйти, иначе без борьбы, без борьбы, это будет, ну, просто неинтересно будет смотреть. Поэтому в этих игровых видах спорта здесь очень сложно что-то какое-то введение делать. Если вот, например, в хоккее, когда женщина играет, то, ну, и там даже, даже вот при игре около борта, если там введение какое-то сделать, чтобы, ну, не проводить приемы силовые, ну, такие, которые, может быть, мужчины делают, вот, это устранить это все дело. Ну, можно как бы предупреждать, чтобы такого не было, потому что женщина есть женщина, потому что мы должны все это как бы понимать, что мы говорим опять, что женщина еще должна иметь ребенка, должна иметь семью и так далее, и так далее. Пожалуйста, правильно ли у меня представление? Вы закончили футбольную карьеру как таковую в относительно позднем возрасте. Да. То есть вы играли до упора буквально? До упора, да. Причем вы играли, ну, в рамках моих представлений в последний период вашей жизни, ну, не за самые сильные команды. Нет, конечно, нет. Ну, у меня, во-первых, и физических сил уже не было играть за самые сильные команды. Я уже перешел на заключительную фазу доигрывать. Я в последнее время работал уже в большей части своей, там, и в Раменском, в Сатурне, и в других командах. Я уже был как играющим тренером на поле, на поле я уже выходил только там, ну, как бы, ну, считая нужным, потому что мое присутствие вот должно, как бы, помочь коллективу. А то иногда вообще не выходило. Так, теперь расскажите, пожалуйста, вот адаптация от того момента, как вы окончательно покинули большой спорт, как игрок, до момента более спокойной жизни. У вас прошло легко, не очень легко? Были какие-то там сложные жизненные ситуации? Вы знаете, вот это всегда переход, переход, от активной к пассивной, говорится, деятельности спортивной, он всегда сложно протекает. Когда ты каждодневно имеешь тренировки постоянные, имеешь какую-то определенную нагрузку, и вдруг здесь ты от случая к случаю это все как бы воспроизводится у тебя, конечно, это очень сложно. Здесь сразу все происходит, люди уже становятся нетренированы, появляется лишний вес и все такое прочее. И, конечно, вот это вот балансировать очень проблематично. Хотя мы пытаемся, вот у нас даже до сих пор, я не знаю, в других, наверное, регионах, но есть, наверное, тоже, там кое-где, вот, есть команда ветеранов, так называемая. Когда мы еще пытаемся продлить, можно сказать, свою спортивную деятельность, вот эти команды ветеранов, вот, ну, на сегодняшний день, мы, как мы, как бы, проживаем этот, как бы, участок времени, что команда ветеранская есть, в основном участвуем в спортивных мероприятиях, там, в дни города нас приглашают, там, какие-то любые другие мероприятия, турниры детские, там, взрослые и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Поэтому вот это наша деятельность, она так все это продолжается, но это уже совсем уже сейчас, конечно, с нашим возрастом, оно все меньше и меньше, понятно. Если бы вас пригласили тренером или консультантом для женской футбольной команды? Вы знаете, но, не знаю, как тренером, консультантом, может быть, можно было, как бы, пойти, но, объясню почему, что те знания, которые я приобрел, то, ладно, там, институт закончил, значит, образование имеем. Но то, что я практик сам, жизнь отыграл и в хорошей команде, и в сборной команде и так далее, на всяком уровне, для меня в футболе секретов нет. Я могу и показать, и сейчас до сих пор, могу показать, как это делается, выполняется, и рассказать и по технике, и по тактике, что угодно. Поэтому в плане консультанта, я говорю, не только, как бы, женской команды и мужской, потому что, сталкиваясь сейчас с командами там, ну, любого уровня, даже удивляешься, что футболисты не всегда знают эти прописанные истины. Ну, их довольно-таки много, и в среднем тренеры женских команд, с чем я столкнулся по ходу съемок фильма, они на это специально заостряют внимание, что за одну тренировку ты всех элементов футбола не пройдешь. Нет, нет, не пройдешь. Не пройдешь. Почему? Потому что, для тебя, начиная изначально с чего-то, ты не можешь продвигаться дальше, в другом какому-то приему, к другому переходить приему, пока ты не увидишь, что произошло закрепление предыдущего. Когда ты будешь просто набор делать, этого всего, получится винегрет. Потому что сразу, там, предположим, одну тренировку проводить, остановка мяча различными приемами, внутренней стороной, на подъем, под подошву, и потом перейти сразу на передачу, предположим, прием передачи, и ты смотришь, что он еще принимать не может, или она не может принимать этот мяч. У нее все время там несколько касаний, мы же должны добиться того, чтобы время сократить. Если она этого не умеет, так зачем мне переходить в другое упражнение ей давать, если она не умеет мяч остановить, обработать? Традиционный вопрос. Скажите, ваши любимые партнеры по команде, ваши любимые тренеры? Ну, я со многими тренерами работал, таких любимых, так у меня особо их нет. Все были и хорошими футболистами, и я считаю, такими вдумчивыми тренерами. Если брать там многих в Украине, Лубановский, там, Шахтере, был такой носов, работал в Белоруссии, вот я в сборной команде работал с Малафеевым, Эдуардом Васильевичем, в Динамо работал со многими, там, предположим, Гаврил Дмитриевич Качалин, Сан Саныч Сивидов, здесь, в Спартаке, я работал уже с Константином Ивановичем Бесковым. У меня очень много было наставников, и очень хороших и футболистов, и таких вдумчивых тренеров. Позвольте порадоваться. Да, поэтому, как бы, мне в этом плане повезло. Ну что, Юрий Васильевич, позвольте похвастаться, может быть, у нас дойдет до съемок полноценного художественного фильма с сюжетом типа «Свадьба», с сюжетом типа «Победа», с сюжетом типа «Переход на круги своя» с предварительным выходом с кругов своя. Я гашу камеру. Землю обмотали Тоненькие нити Нити параллели Из лесов и рек «Совершите чудо»